А нет, тогда я озвучу изучение асцита при раке яичников, новая перспектива в научных исследованиях и лечении. Лариса Александровна. Уважаемая Александровна, уважаемые коллеги, вы знаете, наверное, не случайно, третья наша сессия посвящена проблемам рака яичников. Наверное, это самая драматичная страница в онлоке и колонии. Казалось бы, любой вопрос, который мы с вами возьмем, это скрининг, ранняя диагностика, лечение. И до сих пор мы сегодня обсуждаем эти вопросы. И, откровенно говоря, ни на один этот вопрос мы не можем пока ответить. И ни один этот вопрос, к сожалению, не вызывает удовлетворения. Потому что результаты за последние 20 лет, как мы видим, по отдаленным выживаемости больной, к сожалению, не улучшаются. Поэтому, естественно, что продолжается исследование о том, что каким образом можно исследовать и выявить те факторы, прогнозы, которые бы каким-то образом повлияли на улучшение результатов диагностики и лечения этой патологии. И в последнее время достаточно много идет исследований о возможности исследования аутологичной жидкости, асцита, который практически встречается в 80% у больных при диссеминированных формах и даже в 35% у больных с начальными формами рака яичников. Если вообще говорить о причинах асцита, то здесь на слайде показано, что основная эта причина асцита является не злокачественное образование, а вот видим цирроз печени, патологии сердечно-сосудистой системы и практически одинаковое специфическое воспаление туберкулез и злокачественное образование до 10%. Если мы посмотрим частоту встречаемости асцита при злокачественных на образованиях, то мы видим первичный и вторичный асцит. Первичный асцит как раз рак яичников основной вносит вклад в развитие образования асцита. Что касается панкреата билиарного рака и рака желудка приблизительно в одинаковых количествах. Ну а вторичный асцит, как правило, это экстраабдеминальная локализация, то есть это возможность рака молочной железы, рака легкого и лимфомы. И все-таки асцит – это благоприятный, вернее неблагоприятный фактор, либо же он не является столь таковым для рака яичников. Вот сейчас представлены данные о том, что для большинства злокачественных на образовании практически асцит – это неблагоприятный фактор, поскольку только 11% больных переживает более 6 месяцев при наличии такого осложнения. Но несколько другая ситуация в отношении рака яичников. Вы посмотрите, 70% больных – это третья-четвертая стадия. Это те больные, у которых в той или ином количестве мы предъявляем наличие асцита в брюшной полости. Но при наличии, при проведении комбинированного лечения медиана безрецидивной выживаемости составляет до 22 месяцев, а иногда и дольше. А пятилетняя выживаемость – 27%. То есть несколько другое отношение к асциту при этой ситуации. Конечно, когда мы с вами говорим об асците, то важное значение – а каким образом происходит механизм образования асцита? И, конечно, здесь большое значение играет строение перитениальной мембраны и вот те механизмы, которые участвуют в развитии асцитической жидкости. Вы видите, что это достаточно сложное строение. Оно состоит из пяти слоёв. И видите, это эндотелиальные клетки капилляров, так, да, хотела, эндотелиальные клетки капилляров, которые образуют первый слой. И причём эти клетки имеют специальный заряд, который препятствует прохождению крупных молекул из плазмы крови, например, альбумина, непосредственно через стенку. Второй – это внутриклеточная базальная мембрана, которая также через поры которой обеспечивается транспорт больших молекул. Третий слой – это интерсициальное пространство, которое богато достаточно коллагеном, гиалуроновой кислотой и так далее, который также блокирует выход крупных молекул. Четвёртый слой и пятый слой – это непосредственно мезотелиальные клетки, которые покрывают перитениальную брюшину. И вот в результате этого строения мы видим, что онкотическое давление совершенно разное, и оно препятствует выходу свободной жидкости из интерсициального пространства. Иная ситуация наблюдается при развитии злокачественного процесса. То есть изменяется онкотическое давление, и как раз это приводит к накоплению патологических объёмов жидкости непосредственно в перитениальной полости. Если вообще говорить о механизме формирования асцита, то есть сочетание, нарушение, повышение поступления жидкости в брюшную полость и нарушение оттока, то это достаточно сложный механизм, и до конца многие моменты ещё неизвестны. Но есть определённые критические моменты вот в этом механизме, которые уже доказаны, играют определённые значения. Но, безусловно, это участие непосредственно опухолевых клеток, которые производят гиперпродукцию ВИДЖФ, которая обеспечивает повышаемость, проницаемость капилляров. Это, безусловно, растущая опухоль, которая инициирует провоспалительный ответ. И сегодня уже очень много говорилось об этом, и я думаю, что в этом тоже есть достаточно большая научная значимость образования. Ну, и нарушение реабсорбции асцитической жидкости и так далее. Но я ещё раз хочу подчеркнуть, что лишь это предположительные этапы образования, формирования асцита. Есть определённые особенности. Это гидродинамики перитениальной жидкости при раке яичников. Но это не только при раке яичников, это вообще особенности гидродинамики перитениальной жидкости брюшной полости. И мы видим, то есть в результате этого, где чаще всего и наблюдаются метастазы по брюшению. То есть это брюшейка тонкой кишки, это поддиафрагмальное пространство, это селезёночный угол, малый таз. То есть, безусловно, и здесь асцит играет достаточно большое значение именно в процессах канцерогенеза. Существуют различные классификации, но в основном эти классификации связаны именно тогда, когда мы видим большое количество асцита. То есть связаны... Вы видите, что здесь, когда определяется 3 литра, больше 10 литров и так далее. Но, к сожалению, в последнее время мы всё чаще и чаще встречаемся с диссиминированными формами рака яичников, который имеет минимальное количество асцита. И, по всей видимости, это тоже одна из особенностей развития рака яичников. И вот здесь представлена ультразвуковая классификация асцита, которая основана на наличии эхогенных прослойки, то есть наличии эхогенной прослойки жидкости в зависимости от различных анатомических областей, который позволяет более адекватно оценивать количественное соотношение асцита. Вы видите, что здесь минимальное и умеренное количество асцита, которое также наблюдается при диссиминированных формах рака яичников. Мы все с вами прекрасно знаем, что есть клинические особенности асцита. Я думаю, что мы их ещё изучали со студенческой поры. Это анорексия, тошнота, вздутие, одышка и так далее. Это не специфические, они характерны для любого асцита, в том числе и для рака яичников. Есть определённые клинические симптомы, которые позволяют нам диагностировать, и прежде всего это перкуссия и так далее. Лучевая диагностика по существу – это основной метод, который позволяет нам выявить наличие даже минимального количества асцита. Безусловно, это МРТ, это ИКТ, но хотя основным методом исследования в настоящее время является ультразвуковой метод, как наиболее доступный метод, который по существу позволяет нам выявить эту патологию даже на уровне первичного обращения женщин в женской консультации. Наличие асцита – это определённая анохогенная зона, это окно, которое позволяет выявить ещё не менее сложное осложнение асцита. Это канцероматоз или перитениальный канцероматоз и так далее. Вы видите, что на фоне асцита достаточно хорошо видны перитениальные образования по перитальной брюшине. Не знаю, как здесь… Да, по перитальной брюшине. Вы видите, очень хорошо на фоне асцита виден сам сальник, который мы тоже можем и толщину, и наличие метастатического поражения. Мы с вами прекрасно знаем, что это доступная жидкость, которая, в принципе, доступна при ляпароцинтезе, при кульдоцинтезе, и, в принципе, и визуальный осмотр, и биохимический осмотр также позволяет нам оценить причину образования асцита. Вы видите, что даже по таким характеристикам, как по цвету асцитической жидкости, исследование белка и так далее, мы можем тоже определить причину образования асцита. Но и, безусловно, исследование клеточного состава, иммуногистохимические определения непосредственно маркёров злокачественного процесса тоже позволяет нам оценить причину развития этого асцита. Но это то, что, в принципе, уже известно. В то же время последние исследования показывают о том, что изучение асцита при раке яичников – это новая возможность для трансляционных исследований, то есть для тех исследований, которые, в принципе, сейчас проводятся при раке яичников, и изучаются различные молекулярно-генетические аспекты. Но молекулярно-генетические аспекты, которые изучаются непосредственно в опухолевой ткани и в плазме. Но оказывается, что эти основные компоненты содержатся и в асците, в этой доступной жидкости, которую, в принципе, мы можем взять до начала лечения. Посмотрите, какие существуют там основные компоненты. Это растворимые компоненты, то есть это факторы роста, это инсулиноподобные факторы роста, это клеточный состав, это опухолевые клетки, это мезинхемальные клетки, это визикулярный компонент, это экзосомы, микровизикулы, то есть всё то, что непосредственно участвует в процессе канцерогенеза. Опухолевые клетки могут находиться в асците в виде одиночных клеток, конгломератов или сфероидов. И вы видите, что нахождение опухолевых клеток в асците – это тоже является одним из нюансов, который позволяет маскировать некоторые антигены и делая антигены опухолевых клеток менее иммуногенными. Экзосомы. Экзосомы – это мембранные структуры, то есть достаточно, вы видите, небольшого такого размера. Они могут находиться в сыворотке, в слюне, в моче, в том числе и в асцитической жидкости. И причём в настоящее время доказано, что экзосомы практически участвуют во всех основных этапах канцерогенеза. Посмотрите, неоангиогенез, пролиферация, формирование химирезистентности, премитостатических ниш – это тоже как один из компонентов канцерогенеза. И вот проведённые исследования показали, что сравнивали экзосомы в плазме и сравнивали экзосомы в асцитической жидкости. И оказалось, что они там и там находятся, но имеют свои специфические особенности. То есть, в принципе, это та доступная среда, где мы можем исследовать данный компонент. И вот в настоящее время представлена такая достаточно сложная схема роль белков в системе инсулиноподобных факторов роста в опухоли и в асците в прогрессе рака яичников. И вы видите, что практически на каждом этапе развития канцерогенеза участвуют компоненты, которые находятся непосредственно в асцитической жидкости. То есть, компоненты, которые доступны нам для исследования. Конечно, когда мы говорим об этом, достаточно интересно, а как же это всё сопряжено именно непосредственно с клиническими результатами и с клиническими данными. Вы знаете, достаточно много исследований, особенно в последнее время, связано именно в клиническом плане, связанное с изучением асцита. Но вот в 2014 году была опубликована очень интересная статья. Это обзор литературы, который представил 114 литературных источников. Было исследование более 60 различных параметров. Но, к сожалению, вот в этой статье не была представлена и не изучена роль вообще асцитической жидкости как фактора прогноза. В то же время, ещё в 1989 году было показано, что при иммуногистохимическом исследовании асцит, тут даже вот выделено, асцит является независимым фактором. Почему? Потому что, анализируя регрессионную модель Кокса, было показано, что, допустим, стадия наиболее важна вообще для рака. Методический индекс более значим для первой стадии. А вот асцит является вообще независимым фактором, то есть влияет практически на общий прогноз. В 1993 году было показано, что наличие колонии стимулирующего фактора в первичной асцитической жидкости тоже является важным фактором. Но и было показано, что он тоже является независимым фактором для развития эпителиального рака. Большое значение, безусловно, играет наличие асцита при начальном раке яичников, потому что, к сожалению, у 30% больных наличие асцита встречается и при начальных стадиях рака яичников. И вот болгарскими учёными в 2013 году было показано, что было исследование 215 женщин начальным раком, причём период наблюдения составил 13 лет, то есть достаточно длительный период. И было показано, что вот для начального рака ни количество, ни присутствие самого асцита не играет особого значения. Но перитениальная цитология, то есть наличие клеток в асците, безусловно, является достаточно важным прогностическим фактором. И мы с вами видим, насколько положительная перитениальная цитология у этих больных с начальным раком отличается между собой по отдалённым результатам. Ну и теперь мы с вами понимаем, потому что, безусловно, наличие клеток в асците – это уже далеко не начальная стадия рака яичников. Но и, безусловно, возникает вопрос, а каково же прогностическое значение наличия асцита у больных с распространённым раком яичников, когда это является достаточно типичной ситуацией. И вот было показано, сегодня уже неоднократно говорили о том, что медиаторы воспалительного процесса являются достаточно важным фактором, участвующим в процессе канцерогенеза, и также могут рассматриваться как прогностические факторы. Посмотрите, у 53 больных с серозным распространённым раком яичников и 10 больных, которые не имели злокачественного процесса, изучались медиаторы воспаления интерлекин-6 и интерлекин-10. И что оказалось? Что была выделена стратификация у этих больных, и было показано, что опухолевый маркёр СА-125, так же как уровень интерлекина, может использоваться в стратификации, то есть в делении выявлений больных, которые имеют высокий риск развития злокачественного образования, то есть уже имея злокачественный процесс. И вы видите, что практически достаточно высокий процент выявления таких больных. Кроме того, было показано, что и на общую выживаемость уровень интерлекина в эстетической жидкости тоже оказывает большое значение. Вот вы видите, что имеется достаточно достоверная разница. Ну и кроме того, было показано, что наличие комбинации лептина и опухолевого маркёра СА-125 является важным фактором в отношении определения резистентности этих больных в химиотерапии. Не менее интересные исследования были получены и по изучению фактора некроза опухоли и опять-таки интерлекина-6 у больных с распространённым эпителиальным раком яичника. Посмотрите, опять третья-четвёртая стадия, 70 больных. Что показано, что уровень фактора некроза опухоли связан с безрецидивной выживаемостью после первичной циторедукции. Кроме того, было показано, что так же, как и фактор некроза опухоли, и интерлекин-6 являются фактором, который способствует формированию группы больных, у которых в последующем высокий риск развития рецидива. То есть это говорит о том, что эта первичная, в принципе, жидкость может использоваться в качестве прогностического фактора. Не менее интересное исследование было представлено в 2015 году по отношению возможности ответа, опять-таки, распространённого рака яичников на назначение авастина. И что оказалось? Что у больных, у которых выявлен асцит, более чувствительны к проведению и получили более лучшие результаты, чем у тех больных, у которых распространённый рак не сопровождался асцитом. Причём было доказано, что это имеются достоверные результаты. Но и очень интересное исследование было опубликовано в 2014 году. Это международный журнал биомедицинских исследований. Были представлены молекулярно-генетические исследования у больных высоко-хайгрейдной сирозной аденокарциномой. Эти больные были разделены на две группы. Те больные, у которых выявлен достаточно выраженный асцит, и те больные, у которых не выражен был асцит. И что оказалось, что эти две группы больных, они имеют достаточно специфические особенности. Здесь выделены эти особенности, но самое главное, что выживаемость больных в зависимости от асцита достоверно разнилась. И она была лучше у тех больных, где асцита было меньше. И они сделали очень интересное заключение, что объем асцитической жидкости четко ассоциировался, с одной стороны, с возможностью выполнения оптимальной цитередукции и общей выживаемостью. А кроме того, они выдвинули гипотезу о том, что даже высокогрейдная аденокарцинома, это, по всей видимости, имея различный объем асцитической жидкости, это, наверное, два варианта течения данной карциномы. Поскольку по прогнозу и по ответу на химиотерапию, в принципе, они несколько, причем не несколько, а достоверно разнились. Поэтому, уважаемые коллеги, когда мы говорим об асцитической жидкости, мы можем себе позволить сказать, что это действительно биологическое микроокружение опухоли, которое, с одной стороны, способствует миграции, выживаемости, повышению инвазивности и активности опухолевых клеток. То есть, благодаря вот тем компонентам, о которых здесь представлены, и те компоненты, которые доступны для нашего исследования, и роль которых уже доказана в развитии канцерогенеза. Поэтому, говоря о перспективах возможности изучения асцитической жидкости, как фактора прогноза, мы с вами можем говорить, что, изучая эту жидкость, мы, с одной стороны, с вами можем оценить биологическую агрессивность опухоли, о том, что действительно существуют различные молекулярные подтипы, это поиск факторов-предикторов оптимальной циторедукции, которая в настоящее время является одним из главных факторов, влияющих на отдалённые результаты. Это поиск факторов-предикторов резистентности химиотерапии, ведь мы же с вами до сих пор спорим о том, с чего мы должны начать, с какой химиотерапии, и всё-таки с чего мы должны начать при диссеминированных раках, с оперативного лечения, либо неодевантной химиотерапии. Но и, безусловно, это поиск прогностических факторов отдалённых результатов лечения. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Александр. Вопросы? Александр, спасибо большое за очень интересный доклад. У меня вот следующий вопрос. Мне очень понравилось, что вы сказали, что если мы обнаруживаем клетки в асците, то это уже распространённая стадия. Я, в общем-то, вас поддерживаю. Потому что, в принципе, стандартная за рубежом, это, значит, ранние стадии, это первая-вторая стадия, да? Но мы ведь прекрасно знаем, что первые, отдалённые результаты при первой А и Б стадии совершенно другие. Это где-то 80-90%, 90% даже чаще всего. А первая С – это 74-75%. Вот ваше мнение, вот ранние стадии, действительно ранние стадии – это первая-вторая стадия? Или вот всё-таки то, что наша школа, отечественная школа, да, и наша, и Санкт-Петербургская школа, и школа Елены Григорьевны Новиковой, да, и наши публикации по сохранению терапии, где мы говорили о начальном раке яичников, что это первая А и Б стадия, ни в коем случае не первая С. Как вот ваше мнение? Ну, вы знаете, я думаю, что если опухолевая ткань вышла за пределы капсулы яичников, то это уже далеко не первая стадия. Вот согласна полностью. Спасибо. И ещё один вопрос в связи с этим же, опять же. А вот синдром Мейкса, вот вы патогенез очень хорошо изучали, очень хорошо теперь его знаете лучше, чем все мы, патогенез асцитов. Всё-таки вот синдром Мейкса, он совершенно другой патогенез. Не встречается ли вам статьи по синдрому Мейкса? Потому что непонятно совершенно на сегодняшний день, что это такое. Ну, к сожалению, вот пока не встречала. Спасибо. Спасибо.